В апреле 23-го апреля на границе погранично-пропускной пункт должен стать уроками для армян, проживающих сегодня в Карабахском регионе. К сожалению, они до сих пор на кого-то полагаются, будто кто-то придёт и их спасёт, кто-то придёт и будет вести войну с Азербайджаном. Всё это бред. Во время Второй Карабахской войны мы проявили сильную волю. И если в то время никто со стороны не осмелился вмешаться против нас, то сегодня, после того, как мы вновь стали хозяевами всех этих земель, кто придёт и будет воевать с нами вместо армян? Во-первых, это незаконно. Мы находимся на своей родной земле. И Карабахский регион, где сегодня живут армяне, наша исконная земля, принадлежащая нам по праву. Просто считаем, что они сами поймут, сами придут и сделают шаг для того, чтобы жить под флагом Азербайджана. Мы этого ждём. Поэтому не предпринимаем никакого другого шага. И считаю, что события, произошедшие за два с половиной года, должны их пробудить. Пробудить от этого сна, от этих грёз. За два с половиной года все наши планы последовательно, постепенно были претворены в жизнь. И мы находимся в последнем шаге от их реализации. И этот шаг будет сделан, я не сомневаюсь в этом. Отсюда, из Лачинского края, которые они многие годы эксплуатировали и где незаконно заселялись, ещё раз говорю им, ваша книга закрылась. Книга Мияцума закрылась. Сепаратизму пришёл конец. Грёзы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы ещё во время Второй Карабахской войны послали туда, куда надо. Поэтому остался единственный путь — подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые государственные атрибуты и распустить парламент. Якобы там функционирует парламент, якобы там есть президент, министр. Всё это смешно. Мы просто проявляем терпение. Хотя всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности провести любую операцию в том регионе. Поэтому парламент должен быть распущен. Элемент, называющий себя президентом, должен сдаться. Все министры, депутаты и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии. Должен также сказать, что в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией. Я уже вижу это в ходе различных встреч. То есть, почему согласились? Потому что мы правы. Потому что мы не делаем ни шагу в сторону от своей позиции. Поэтому сегодня никто уже не говорит ни о независимости, ни об автономии, ни о чём-то другом. Просто поступающие нам последние месседжи таковы. А какой будет судьба тамошнего руководства? Попадают ли они под амнистию? Я же говорю, что надо посмотреть. Во-первых, мы направили туда делегацию. Мой представитель провёл там с ними первую встречу, после чего мы пригласили их в Баку. Приезжайте, поговорим. Они отказались. После этого мы во второй раз пригласили их в Баку. То есть, представители, проживающего в Карабахе армянского меньшинства. Они отказались и от этого. Третьего приглашения не будет. Либо они сами смиренно приедут, либо события будут развиваться в ином русле. Поэтому они могут подпасть под амнистию только в том случае, если сами добровольно оставят все фиктивные должности и обратятся за получением гражданства Азербайджана. И то мы ещё посмотрим. Моё слово окончательное. Об этом знают все. И в Азербайджане, и в мире. В том числе в Армении. Мы делаем всё, о чём говорим. Ни одно наше слово, как говорится, не осталось в воздухе. Не останется и это. Если я говорю, что можно рассмотреть вопрос амнистии, то пусть не упускают этой возможности. Они упустили много возможностей. Много. И каждый раз, как говорится, нам надо было дать им по голове, чтобы они пришли в себя.